61-й год берлинского кризиса. Зрел он давно. Удивительно, как 12 лет сохранялась проницаемая граница Востока и Запада. Берлин был щелью для разведок. В городе ходили две валюты. При официальном курсе один к одному, реальный был по четыре к одному, в пользу западной марки. С 49-го по 61-й год через Берлин на Запад сбежало свыше двух с половиной миллионов человек. Одна шестая население ГДР. Черную дыру в железном занавесе нужно было заделать. В условиях предельной напряженности отношений между ГДР и Западным Берлином в воскресенье 13 августа к разделительной черте подтягиваются пехота и танки Народной армии ГДР, отряды полиции и рабочие дружины. Прерывается телефонная связь, прекращается доступ к Бранденбургским воротам. От места службы оказываются отрезанными 76 тысяч человек, живших в одной части города, а работавших в другой. Демонтируется полотно городских электричек, перерезаются линии метро, замуровываются канализационные коллекторы. И главное, возводится Берлинская стена. Внутри города и по внешней границе Западного Берлина ее длина составит 43 и 112, всего 155 километров. Берлинская стена. 1961-1989. Единственный участок стены, сохраненный в центре Берлина, Самым массовым был побег 57 человек из восточного Берлина по самому длинному тоннелю, 145 метров. 172 человека были убиты при попытке бегства. 60 тысяч человек были осуждены властями ГДР за попытку бегства или за участие в организации побега. Деятельное участие Советского Союза в мероприятиях по укреплению границы не скрывалось. Миллионы людей в стране, десятки тысяч солдат и офицеров группы советских войск в Германии считали восточный Берлин естественным военным трофеем. Была даже досада. Если Берлин брали мы, почему нам достался не весь город? Идя на строительство Берлинской стены, советское руководство преследовало несколько целей. Естественно, нужно было прекратить отток населения, уничтожавшее ГДР наиболее целом ценного союзника Советского Союза. Возможно, хотелось поглотить Берлин. И, наконец, был расчет на легализацию ГДР. Результатом, как известно, была боевая ничья. Был доказан воочию провал социализма. Но одновременно, рано или поздно, была достигнута легализация ГДР. И, наконец, руководство Германии поняло, что просто жестоким нажимом ничего сделать не удастся. Была сделана ставка на мягкое проникновение и затяжение. Началась разреза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова